Переход уже произошел. Именно из-за этого мы сейчас входим в период двоен, период катаклизмов. Многим очень тяжело, вот кто живет на старых вибрациях. Потому что люди, которые нацелены на страдания, их страдания будут приумножаться. То есть раньше Вселенная нам платила за то, что мы страдали. Сейчас нас Вселенная поддерживает за то, что мы радуемся. И задача этого перехода — это научиться радоваться, то есть испытывать более высокие вибрации. Первый такой, наверное, самый важный вопрос, в чем мне хочется разобраться, это доказательства существования прошлых жизней. Действительно ли они существуют? И как доказать, что прошлые жизни были? Отличный вопрос. Очень многие спрашивают именно про доказательства. Как мне понять, не фантазирую ли я? Как понять, что они действительно существуют? И здесь у нас есть огромное количество работ, из которых, наверное, самое интересное для широкого зрителя, который не знаком с этой темой глубоко, это работы доктора Яна Стивенсона. Чем занимался доктор Ян Стивенсон? У него была сеть, назовем так, сеть агентов, сеть людей, которые искали тех детей, как правило, или просто людей, которые говорили, я помню свои прошлые жизни. То есть я их просто помню. Мне не нужен гипноз, мне не нужен транс, мне не нужно ничего, я их помню. И он брал этих детей и привозил на те места, где ребенок рассказывал. Я родился в Индии, или я родился в Нью-Йорке, или еще где-то. И начинал его тестировать. То есть проводил разные, я бы сказал сейчас на таком языке, следственные мероприятия, где ребенок, например, мог узнать какую-нибудь свою бывшую жену, и там какая-нибудь бабушка в шоке, ничего себе, меня узнал, вот, рассказать что-то. Но одновременно Ян Стивенсон, будучи ученым, он стремился этих детей запутать. То есть он мог показать какого-нибудь подложного свидетеля, или мог сказать, что там что-то такое, на что ребенок мог повестись на провокацию. И он такие случаи отметал, хотя это тоже, может быть, просто его наведение, его сугестия смутил ребенка. Так вот, за свою жизнь он нашел порядка 500 случаев, и около 300 случаев описаны в ее книгах, где дети и взрослые люди вспоминали свои прошлые жизни, и он мог точно сказать, да, что вот этот человек рассказывает вот эту вот жизнь. Единственное, чего он не сделал, будучи именно ученым в первую очередь, он не сказал, что это объясняется только феноменом прошлых жизней. То есть мы можем этому феномену найти разные объяснения, мы можем придумать общая коллективная бессознательная, например, или какой-нибудь феномен ноосферы, может быть, все прошлые жизни, хранятся в ноосфере, и мы можем, допустим, любому человеку подселить любую память, например, да. И он, как ученый, сказал, говорит, я до конца все-таки не знаю, это там прошлые жизни или это просто какие-то жизни. Но факт, действительно, память переходит от умершего человека к следующему человеку. И вот это, наверное, одно из самых таких интересных доказательств, которые статистически посчитанно не существуют. Дальше мы можем посмотреть на такие факторы, как, например, вот уже работа в трансе, когда мы пытаемся погрузить человека в его наиболее известное воплощение. И вот здесь бывает очень интересно, как правило, люди почему-то думают, что если мы будем говорить про какое-то известное воплощение, это будет, опять же, Екатерина, Петр, не знаю, там, Наполеон и так далее. Как правило, самое известное воплощение, оно очень интересное тем, что до него сложно додуматься. Какой-нибудь владелец газеты где-нибудь в Техасе, да, в начале 20 века. Он известный, в целом в своем кругу известный, но мы его не знаем. Или какая-нибудь оперная певица Венгрии. Опять же, она известна в своем городе, может быть, даже в стране, известно. Что мы знаем вот в России про оперную певицу Венгрии 19 века? Скорее всего, ничего. И когда человек начинает такие вещи, сначала погружается на эту тему, а потом начинает их изучать, выходит удивительная вещь. Плюс, как правило, у этих людей можно найти фотографии, если они жили там один-два века назад, или хотя бы портреты. И вот у меня прям такая коллекция есть небольшая, где мы собираем вот фотографию с той жизни и из этой жизни и смотрим на удивительную схожесть, такую действительно физиологическую. Плюс у меня есть такой очень интересный случай, когда я уже с клиентом работал, он вспомнил себя французским генералом и описывал свое путешествие. Он немножко там говорит, я какие-то детали видел не так, как они были описаны в истории. Может быть, я неправильно посмотрел, может быть, историки неправильно записали. Это неважно. Но что самое интересное, в конце регрессии он мне рассказывает, значит, что его сердце помещается в колбу, вот, и куда-то там девается. Я думаю, как регрессолог, что это некая метафора переселения души, да, там душа, колба, что-то куда-то движется. Он рассказал, что когда он нашел полный, как это называется, боевой путь этого генерала, то в конце он прочитал, что его сердце забальзамированное до сих пор хранится в военном музее Франции. И это тоже было для него такое потрясающее доказательство, что да, то, что он видел, правда. И, наконец, третий пункт, про который мы можем говорить, это то самое исцеление. То есть, действительно, вот мы, когда занимаемся регрессиями, мы не столько стремимся найти прошлую жизнь ради прошлой жизни. Там, ты был генералом, ну, здорово, да, там, а ты была венской певицей, ну, отлично, и что теперь с этим делать? Мы ищем корни тех проблем, которые мешают жить в этой жизни. И вот здесь как раз вот то, что, наверное, самое важное для обычного человека, это то, что работа с истинными воспоминаниями, она позволяет делать терапевтическую работу и приводить к исцелению. Если же мы будем работать с фантазией, работать с фантазией можно до конца своей жизни, ничего в этой жизни не изменится от слова вообще. И когда мы берем эту сумму факторов, то есть действительно найденные жизни, действительно Ян Стивенсон, который много работал с исследованием людей без всякого транса, и действительно гипнотическая работа, трансовая работа, где люди получают исцеление, плюс в процессе исцеления мы смотрим цепочки воплощений, то есть не просто какое-то одно воспоминание, а можем прям вот по прошлым жизням перемещаться, то тогда мы можем говорить, что, скорее всего, из всех возможных объяснений этого феномена, прошлая жизнь – это наиболее точное объяснение этого феномена. Ну, плюс, конечно, вся возможная буддийская, индуистская литература с этим связана. Класс. Про цепочки я тебе еще спрошу. Мне очень интересно. И, кстати, дети… Я вот пытался допрашивать детей. Не все дети могут вспомнить действительно прошлой жизни. Вот кто-то говорит, ой, я там играл в игру. Что было в прошлой жизни? А мы там ходили с тетей в игрушки играли. Я говорю, когда это было? Вчера. Она не поняла, что такое прошлая жизнь. А если спросить, что ты делала, прежде чем появилась у нас? Вот где-то она там на облачке, говорит. Да. Вот сейчас тоже, кстати, да, это интересная тема. У нас выросло поколение людей, которые знают регрессию, которые верят в прошлые жизни. И вот у них уже пошли дети, с которыми можно пообщаться. И очень интересно, как у ребенка меняется взгляд, когда он понимает, о чем его спрашивают. И интересная была такая тоже история у коллеги-регрессолога. Она говорит, что в этой жизни меня дочка все время что-то поучает, это маленькая, трехлетняя. И на прямой вопрос, чем мы занимались раньше, он говорит, ну, раньше я была мама, а ты была дочкой, и мы с тобой там прожили, и даже какую-то историю рассказала. И очень интересно, как взгляд у детей меняется. Этот момент становится очень взрослым, очень мудрым, осознанным. И дальше снова побежал заниматься. Хорошие дела. А, кстати, вот ты сказал про воплощение в других, скажем так, кто-то был, например, там, самураем, кто-то был полководцем. Вот насколько часто люди воплощались в каких-то таких значимых фигурах или просто жили, например, обычную жизнь, и когда он вспоминает ее, получается, что он будет помнить только, ну, например, что он жил, там, у него был дом, да, а домов огромное количество, и найти этого человека не представляется возможным. Как правило, да, 99, может быть, и 9 в периоде воплощения, это воплощение очень обычных людей, собственно говоря, ну, как у нас примерно и было, социальная вот структура, что там 99 людей работают в поле, да, там, полпроцента торгуют, еще полпроцента воинов, ну, таких настоящих, неополчения, вот, и там какая-то десятая тысячная доля царей. Вот примерно такая же статистика и у нас за 13 лет. То есть мы с 2011 года делаем огромное количество семинаров, плюс у нас есть выпускники, которые тоже обучили профессию, которые тоже все это изучают. Скорее всего, с огромной долей вероятности, человек не увидит ничего потрясающего, вот, с точки зрения именно реальной истории. Действительно, ну, жил в какой-то деревне, был какой-то дом, чем-то занимался. Но все равно можно прийти к исцелению, и можно исправить свою жизнь с помощью регрессологии. А здесь совершенно неважно, известный это человек или неизвестный, потому что мы идем определенным путем, проживаем определенные опыты, и, собственно говоря, допустим, если моя задача в этой жизни, ну, например, раскрыть себе безусловную любовь, и я с этой жизнью не справился в прошлой жизни, да, вот с этой безусловной любовью, то я мог быть, как, не знаю, каким-нибудь крестьянином, да, в какой-нибудь русской деревне, я мог быть помешником в какой-нибудь, не знаю, бурятской деревне, да, я мог быть воином в Индии. Но у меня все равно одна и та же задача – раскрыть свое сердце. И все, что происходило со мной на личном плане, вот эти сценарии могут повторяться при любой социальной реализованности. То есть я могу быть очень реализованным воином, но при этом вообще ничего не поменять в отношениях. Или я могу быть очень нереализованным крестьянином, да, но с отношениями разбираться, иметь там какое-то хорошее ощущение женщины и себя. Поэтому значимость социальная не равно, что ты прошел какой-то там большой путь. Хотя и связано, конечно. Скажи, пожалуйста, как душа выбирает воплощение? Вот почему, например, вот я, например, пришел в это воплощение? Почему ты в это воплощение? Как это вообще происходит? Здесь мы работаем уже, вот эту тему очень любят тоже спрашивать. Опять же, мы начали с того, кто доказал. Да, вот доказательства и почему. То есть доказательства в целом принимаю. Я сам вспоминал прошлые жизни, и мне кажется, что это так и действительно и было. А вот как? Зачем? То есть не всегда понятно. Вот. И мы вспоминали Яна Стивенсона, автора, который написал, соответственно, книгу. Я забыл, как она называется, но легко найдется. Она у него одна или на два дома разбита. Значит, по поводу выбора этой жизни впервые с этим столкнулся вот так осознанно на Западе американский гипнолог Майкл Ньютон. И очень многие как раз ссылаются на его работы. Что интересно? Его опыты можно повторить. Его опыты можно повторить с человеком, который никогда не читал Майкла Ньютона. Опять же, мне в комментариях, знаешь, иногда прилетает, типа, вот, начитался Майкла Ньютона, и сейчас вот это самое, рассказывает нам то, что мы миллион раз в книгах читали. Когда я начинал работу, это там 2011-2012 год, Майкла Ньютона, во-первых, не знали, а во-вторых, мне было самому интересно. Если я погружу человека с целью узнать, как он выбрал эту жизнь, он что мне расскажет? И оказалось, что есть несколько принципиальных моментов, которые влияют на текущую жизнь. Первое, то как раз о чем пишет Майкл Ньютон в своих книгах, что между прошлым воплощением и воплощением нынешним у души есть свои процессы, где она осознанно или с помощью своих наставников выбирает наиболее подходящий для себя сценарий в следующей жизни. То есть она может предположить, что, например, опять же, мы говорили, пример, безусловная любовь. Если моя задача раскрыть себе безусловную любовь, то хорошо бы, чтобы я, например, родилась в традиционной семье, где у меня будет, например, муж, много детей, и вот, любя мужа и своих детей, я раскрою себе свою сердечную чакру. И это такой хороший позитивный сценарий. Очень многие люди, начитавшись Майкла Ньютона, как раз приходят к регрессологу и говорят, погрузи меня в пространство жизни между жизнями, очень хочу туда, хочу узнать, за что мне это все, за что мне вот эти там обычно страдания. Как правило, страдания начинаются там, где человек отходит от своего пути почему-то, или бывает такое, что они специально закаляют. Это первая история, с которой мы сталкиваемся. Вторая история, с которой мы сталкиваемся, это незакрытые долги из прошлой жизни. Они будут тянуться и очень сильно влиять. То есть, может быть, у меня действительно задача разобраться с безусловной любовью, но, например, в прошлой жизни я много раз обижал мужчин, и в этой жизни я буду сталкиваться с тем, что у меня красные линии идут, что мужчины обижают меня, мне возвращают мою карму, да, для того, чтобы я понял, что-то, что-то сообразил, что-то отработал. Опять же, многие говорят, да, там, типа, если бы я сам выбирал свою жизнь, я бы никогда не выбрал такие тяжелые условия. Выбрал бы, это один момент, потому что это интересно для души, для нее не всегда приятно воплощение, где бесконечные деньги, бесконечное здоровье, как в компьютерных играх хочется вызов иметь. А с другой стороны, кармических долгов никто не отменял. И есть вот такая тонкая тема, как дети с аутическим расстройством, вот, аутического спектра. Ну, сокращенно, да, там, проще говоря, аутисты. И мы очень много наблюдаем в прошлых жизнях, когда работаем с ними через мать, что, как правило, это те души, которые в прошлой жизни накопили большое количество агрессии. И теперь их, как бы, такая немножко нервная ограниченность, которая чуть тормозит их, она сдерживает их агрессию. И они проживают это воплощение для того, чтобы с этим кармическим долгом, с этой агрессией разобраться. Или, например, тоже был пример, когда вот девушка тоже погружалась, опять же, это было у меня, и она несколько, она что-то там очень сильно накосячила в прошлой жизни, если так можно называть, в одном из предыдущих воплощений. И потом несколько воплощений воплощалась, была абортированным ребенком. То есть рожалась, но не доживала до рождения. Было зачатие, но она не доживала до рождения. То есть там были аборты, были выкидыши, было еще что-то. И это было ей в каком-то смысле и запланировано, ей хотелось эти косяки отработать. Но косяки-то она наработала, да, вот эти проблемы, эти сложности. Вот это вот второй фактор. То есть первый осознанный выбор, второй долги. И третий момент, как душа выбирает воплощение, очень часто это бывает самая сильная мысль перед смертью в предыдущей жизни. То есть, например, опять же, была такая история, когда девушка едет за рулем и попадает в аварию. И последняя яркая мысль перед смертью у нее была нужно быть очень внимательной к людям. И вот она с этой установкой как бы вот живет по этой жизни. И даже там, где, может быть, скажем так, такой внимательности не требует, она вообще не может ни мимо чего пройти. Она максимально такая щепетильная, такая вот каждой-каждой проблемой. Вот эти три фактора складываются. И, безусловно, мы берем четвертый фактор, где мы можем сказать, что у нас у всех одно предназначение. Это познание Бога и познание божественной любви. И есть определенный путь к Богу, описанный в разных традициях, в разных культурах. В современной западной литературе это Дэвид Хокинс «Отачайник к просветлению». Кто-то знает варновую систему, где мы движемся по кастам, по варнам, развивая себе от шудры до мудреца. Кто-то знает семичакровую модель, где мы движемся с уровней выживания до раскрытия сахасрары. Кто-то, может быть, спиральную динамику возьмет, которая тоже, казалось бы, максимально социальная наука, но она тоже показывает, что мы движемся от примитивных выживательных стратегий через эмоции, управление, чувства, творческий потенциал, видение к познанию божественных состояний. В этом смысле у нас с тобой, у всех наших зрителей, одно и то же предназначение – это познать Бога. И дальше просто вопрос, кто как это будет делать. Через творчество, через любовь к женщине, через служение Родине, может быть, через науку, неважно. Мы раскрываем свой божественный потенциал. Получается, душа, в любом случае, когда ей видна картина, она приходит, и даже если план страдать, это приводит к определенным трансформациям, но нашей личности вообще непонятна эта история. В идеале, если трансформация происходит, потому что, знаешь, я вот как психолог замечаю, что до первого похода к психологу человек очень склонен к своей страданиям, как-то вот от них отказываться, типа, фу, какая гадость, зачем я эту страшную жизнь живу. Но когда человек прошел первый опыт трансформации и свою слабость превратил в силу, да, то есть, например, он был очень сильно обидчивый, и, оказывается, эта обидчивость позволяла ему вырастить свои границы. Когда он, поработав с психологом, эти границы выстроил, да, то он понимает, что, а, значит, каждое следующее испытание делает меня сильнее. И он-то понимает не в теории, что вот мне там какой-то гуру сказал, что вот это все уроки. Он говорит, слушайте, реально, на меня орал начальник, я сходил, значит, к психологу или к регрессологу, разобрался со страхом значимых людей, теперь сам в ответ могу наорать на начальника, и у меня с этого момента пошел карьерный рост. Типа, спасибо моей душе, что подсказало мне в какую сторону копать. Класс. Получается, можно изменить, и можно прямо изменить судьбу. И есть ли у тебя случаи, в которых человек пришел на сессию, погрузился в прошлую жизнь, и потом вышел как будто бы другим человеком? Я бы сказал, судьбу уменить не то, что можно ее, нужно изменить, если хочется. И примеров таких хочется сказать, что бесконечное количество, потому что вышел другим человеком. Это, скорее всего, сейчас, конечно, говорю против себя, но, скорее всего, это не первая сессия человека. То есть он там походил на расстановке, походил к психологу, прожел определенный жизненный кризис или цикл, пришел ко мне, мы с ним погрузились, и он вышел другим человеком. Такого действительно достаточно много. Просто надо понимать, что не нужно на это рассчитывать прямо вот с первого раза. Ярчайшие примеры, как правило, связаны с работой, каким-то финансовым успехом и с любовью отношениями. Когда буквально человек делает, например, регрессию, вот реальный случай, человек на работе страдает. Вот мужчина пришел на сессию, я, говорит, на работе, занимаюсь всякой ерундой. Деньги проходят не у меня, хотя я вроде там талантливый, у меня вроде хорошие коммуникативные качества, я умею продавать, но вот все мимо меня проходит. Мы, когда работали с ним запросом, поняли такой момент, что он на работе себя ощущает игрушкой в чужих руках. Значит, в погружении он обнаружил себя, скажем так, таким вот типово-туродцем, которого возили с собой, и вот как в цирке уродов показывали. Да, он какой-то был такой волосатый мужчина, какой-то очень неказистый и так далее. Мы эту тему ощущения игрушки в своих руках проработали, и ему буквально в течение недели на его старое резюме, которым полтора года уже не обновлял, звонок, зовут на повышение, и через два месяца после первого собеседования он выходит на новую работу. То есть он вообще ничего для этого не делал на физическом плане. Он сделал только внутреннюю работу. Или еще один из примеров, тоже интересный, тоже про работу расскажу, когда мужчина на нескольких работах подряд страдал как раз от эмоционально давящих начальников, выяснилось, что в прошлое... Он говорит, на одной работе такой начальник, на другой работе, на третьей. Говорит, а на третьей я уже профессионал. Почему на меня давят, а я реагирую, ну, как бы обидой и страхом? Такой детский транс. Как вот в этом фильме, о чем говорят мужчины, да, дяденька, я уже взрослый, да, у меня уже паспорт есть. Он говорит, почему я чувствую себя ребенком перед этими дяденьками, хотя он говорит, мне уже сколько лет. И вот мы с ним делаем эту регрессию. Он там видит себя мальчиком, который мечтает измениться в социальный статус и из крестьян перейти в воины, и от которого получает по шапке... Который получает по шапке от отца. Значит, и... Ну, типа, не мечтая, не мечтая, великому что-то влезешь. И у него с тех пор страх. Мы это все успешно оттерапевтировали. Он говорит, все, на следующее утро у меня страх начальства ушел, а еще, говорит, через неделю меня переводят в соседний отдел со словами «мы тебя вообще в другое дело нанимали». Вот, мы тебя не должны были нанимать к этому начальнику. У тебя он должен был быть другой. И вот таких примеров их, на самом деле, ну, вот тысяча, наверное, за эти годы скопилось. Такие яркие. А когда происходит вот этот момент переключения, то есть вот человек, например, ходит на расстановке, многие ходят, например, сходил на расстановку, сходил к психологу, и по-прежнему вот он что-то не очень веселый такой, да. А потом раз, например, пришел или к тебе, или к кому-то еще, и раз – переключило. Вот в какой момент этот момент, этот клик происходит? Вот это, наверное, то, что мы единственное не можем прогнозировать. Мы не знаем, сколько человеку нужно, скажем так, выпить страдания для того, чтобы измениться. Одно могу сказать точно, что если человек настойчив в своем поиске, то обычно, ну, там, в течение полугода-года он находит своего мастера, свою технику, которая позволяет ему это сделать. Если человек этим занимается от случая к случаю, типа, сходил на расстановку, на полгода забил, сделал регрессию, что-то там опять забил, то здесь, конечно, все может растягиваться на десятки лет. И задача, значит, такая метафора есть, интересная, что ты становишься чемпионом не тогда, когда ты взял золотую медаль и пробежал, а ты становишься чемпионом тогда, когда 10 лет подряд в 5 утра вставал на тренировку. Вот в этот момент ты становишься чемпионом. И здесь то же самое, когда ты стоишь на пути вот этого духовного роста и самопознания, идешь в свою боль, идешь в свои неприятности, ковыряешься в себе и так далее, если это регулярная работа, ну, она будет возрождена достаточно быстро. Вот я не видел людей, кто вот реально бы год честненько позанимался с собой и не сказал бы, что у меня за год изменилась жизнь на до и после. Как правило, к нам, конечно, в школу регрессии приходят люди уже в этом состоянии так называемого флаттера. Опять же, такое слово из личностного роста, но в состоянии перехода. И поэтому, если открыть там отзывы про школу регрессии, у нас их очень много, там более полутора тысяч историй, там примерно каждый второй пишет, у меня жизнь изменилась на до и после. Мне, конечно, очень приятно. Как мастеру, опять же, низкий поклон, что доверяете. Но я-то понимаю, что вы к этому моменту уже подошли достаточно готовыми. Вам не хватало, может быть, инструмента, там, толчка. Вы уже там поплакали у психолога, вы уже там расставили родителей, у вас уже все хорошо, вам нужен последний финальный шаг. И вот здесь как раз очень много как раз скептиков и приходят в регрессию тогда, когда остальные инструменты не помогли. Вот я же хочу решить свою проблему, хочу решить. Я в это не верю? Ну, может быть. Но это какой шаг? Последний шаг. Все, давайте. Вот у меня так было. И все, из этого момента переход. Благодарю. А, кстати, о скептиках. Вот есть люди, которые говорят, что это все фантазии. Вот как отличить фантазию от реальности? Значит, тут есть несколько моментов, да? Есть память, есть фантазия и есть воображение. И они все субъективно, во-первых, ощущаются по-разному. То есть мы с тобой знаем, как мы с тобой встретились сегодня, выходя из лифта. Буквально ты выходил на третьем этапе. Совершенно случайно. Да, совершенно случайно. Ты это помнишь. При этом я могу тебе сказать, Игорь, представь, что мы с тобой встретились с утра в какой-нибудь кофейне, попили кофе, съели круассан с яблоком, вот, потом пришли сюда. В принципе, представить ты себе это можешь. Ну, это не вызывает технической сложности. Но если я тебя спрошу, что было на самом деле, ты скажешь, на самом деле мы встретились возле лифта. Да, я знаю это. Как ты знаешь? И вот это внутренний механизм, который можно тренировать. Тренировка этого внутреннего механизма, это как раз то, что и тренируют те люди, которые занимаются экстрасенсорикой, ясновидением, раскрытием третьего глаза, всем, что связано с интуицией. Наша задача научиться различать. Вот это на уровне внутреннего ощущения. Второй момент связан с тем, что действительно активное фантазирование не приводит к исцелению. То есть можно, вот опять же, как отличить фантазию от реальности. Если человек вам рассказывает, как он общается с архангелом, Михаилом и так далее, вы приходите к нему в дом, а там условно шаром покатил, никому не нужен, сидит в своей однушке какой-нибудь, но при этом общается с ангелами, скорее всего, он витает в своих иллюзиях. Потому что, ну раз уж он дошел до какого-то сильного архангела, ну, наверное, он как-то должен быть более проявлен в этой жизни. Поэтому реальная жизнь это тоже очень важный критерий. И если мы сделали регрессию, очень много всего узнали, но в реальной жизни ничего не изменилось, скорее всего, это иллюзия. И, наконец, третий момент есть. Это вот такая пограничная, пограничная история, когда человек в целом схему понял, но дофантазировал недостающие элементы. У меня была такая сессия очень интересная, где парень вспоминал эту свою жизнь в возрасте полтора года. То есть он там не помнил, что происходило. Естественно, там индивидуальная личность началась чуть позже, но он саму историю рассказал в красках. Он говорит, я вижу мультик, где живут ангелы, и вот, значит, два ангела, и на второе ангела нападает тигр, и его растерзывают. Там было такое очень тяжелое переживание у него, очень такое, ну, ему было тяжело, прям вот, когда видел, что на глазах терзает этого ангела. И мы с ним работали с проявленностью, то есть ему было страшно проявляться. И потом он рассказал об этом своей сестре. Он говорит, слушай, мне второй ангел тебя напоминал, рассказал свою регрессию, и та ему сказала, слушай, а я, говорит, все свое детство ощущала, что меня рвут на части. Он говорит, я видел, что тигр рвет на части. Она говорит, и я видела, что меня тигр, ну, рвут на части. И вот это получается, что общая энергетическая структура этого фильма, она, ну, как бы, правильная, но сами события человек немножко дофантазировал. И поэтому здесь иногда работая с терапийными запросами, мы какие-то детали, ну, пропускаем мимо. То есть, может быть, это были сапоги, а может быть, это были туфли, может быть, это был огромный замок, а может быть, средний замок. Да, нам не важно. Мы видим большое строение, где живут люди. Мы видим переживания и эмоции. Поэтому третий важный фактор, третий момент, который бывает, это есть действительно смесь переживаний, но эта смесь не мешает проводить терапевтическую работу. Вот. Поэтому, наверное, это три основные. И вот четвертый еще фактор есть. Об этом люди говорят, которые много фантазируют. Они говорят, обычная фантазия очень быстро забывается. Типа, фантазировал, побежал дальше. А вот регрессия остается в памяти на всю жизнь. То есть, ты помнишь это переживание буквально поминутно. И у меня здесь тоже есть такой интересный кейс. Я называю это регрессию длиной в 7 лет. Значит, когда я работал с клиенткой своей, у нее была фобия полетов. И тогда вот у меня были слабоватые терапийные инструменты. Я еще тогда не искал корня. Мы с ней поработали, у нее был хороший результат. Там фобия отошла, но потом вернулась. И когда мы раскрыли определенные там в своей работе терапийные инструменты, поняли, как искать корень, я ей предложил спустя 7 лет, мы с ней поддерживали связь, говорю, слушай, а не хочешь закончить эту регрессию? А она говорит, хочу. Значит, и мы начали с того же места, где закончили 7 лет назад. Причем, что она помнила, что я помнил. Это удивительно. И закончили эту сессию. Мы с ней провели уже полноценную терапию. Исцеление произошло. Фобия ушла. Вот еще один такой фактор мощнейший. Класс. Класс. А насколько важно вспоминать детали? Бывает такое, что вы вспоминаете прям какие-то названия улиц, какие-то прям четкие детали, и можно даже найти это место. Бывает такое, что вы можете даже что-то прочитать? Такое бывает. Такое даже вспоминают. Многие таким образом, допустим, время жизни восстанавливают или годы жизни восстанавливают. И из-за этого, конечно, очень большая проблема с историей, которая у нас с точки зрения регрессологов переписана очень много раз. И много идет нестыковок. Это очень зависит от трансового навыка клиента. Действительно, есть те люди, которые уже не первую жизнь занимаются трансовыми практиками, и, безусловно, они в регрессии могут и имена вспоминать, и фамилии вспоминать. И вот есть один случай, меня он... немножко меня тревожит, знаешь, в каком смысле. Короче говоря, я бы хотел, чтобы этот случай стал публичным. Клиентка нашла действительно зарытый клад, но не желая, блин, отдавать 25% государству, она сказала, я не расскажу свою историю. Хотя это было бы мощнейшее доказательство, мощнейшее подтверждение, что вот все, она вспомнила. То есть у нас в одной регрессии вспомнила, что-то закопала, и потом в других регрессиях занималась таким уже исследовательским поиском, то есть где конкретно, какая местность, какая зона, вот, и нашла там определенную, там, не то, что прям клад, типа шкатулку с чем-то была зарыта или оставлена, я не знаю. Вот, она сказала, я не расскажу, я не готова этим делиться с государством. У меня... Это мое. У меня, кстати, такая идея приходила, пойти в регрессию, вспомнить, где закопан клад, но потом я понял, что зачем, зачем я буду это делать, ну, найду даже горшок с золотом, ну, пойду я его тратить, этот горшок с золотом. Ну и что дальше? Это мое, это же, по сути, это не то, зачем я сюда пришел. Хотя, может быть, я так и сделаю. Я бы сказал, что если бы это тебе было не по судьбе, ты бы никогда его не нашел. То есть тебя бы максимально отвели, потому что шанс найти клад, он минимальный, в том числе и по очень простой причине. Мы, блин, заселяем планету, у нас все больше домов, городов и так далее. И шанс того, что на твоем месте там не стоит небоскреб, он, ну, ничтожен. То есть, скорее всего, даже если ты узнаешь место, тебе не дадут найти. Вот. Или, скорее всего, даже и узнать не дадут. Поэтому здесь я бы на твоем месте больше доверился душе. И если у души есть внутреннее согласие с тем, что этот клад тебе не будет вреден, а может быть, даже будет полезен, то почему нет? Душа как-то не отреагировала на это позитивно. Было забавно. Или будет, как в фильме «12 стульев». Мы нашли здесь этот клад и построили здесь вот этот дворец культуры или что там было? Я не помню. Класс. Вопрос про воплощение и связь их. Вот есть ли связь между воплощениями вот эти цепочки? Они выстраиваются с какой-то логикой или это просто какой-то вот в разнобой идет? Здесь, конечно, связь есть. Это как раз еще раз подтверждает для меня, что это именно прошлые жизни, потому что мы в погружении, это, наверное, наша отличительная черта как школа регрессий, мы ищем самое корневое первое переживание, с которого все началось. То есть, если тебя где-то кто-то убил и убил сознательно и умышленно, то это 100% не корневое переживание, это не корневая жизнь. Это означает, что проросла определенная карма. То есть, ты уже когда-то это делал. Это один из признаков. И поэтому, когда мне люди рассказывают, что вот я видел себя в погружении тем-то, тем-то, и со мной произошло определенное насилие, мы там поработали, а результатов в жизни нету, я говорю, ребят, вы работали не в корне. Нужно копать глубже, нужно глубже погружаться, да, нужно глубже смотреть. И бывает, что за регрессию мы проходим 6-7-8 воплощений, где видим, как все это наматывалось, наматывалось как снежный ком, ну, вернее, мы наоборот разматываем. А в корне там какое-нибудь очень простое событие, вплоть до того, что там маленькая девочка, они вместе с деревней куда-нибудь там переезжали или бежали откуда-то, и она очень сильно испугалась, хотя ей, в принципе, ничего не грозило. Вот. И потом на этот ее страх пришли огромные-огромные события, которые мешают ей здесь, жить здесь и сейчас. И в этом смысле очень полезно будет сравнить прошлые жизни, может быть, сложноватая метафора, но она будет очень точная. То есть если душа это не личность человека, это некий корабль, который плывет по воде, и он понимает, что периодически он подскакивает, он подскакивает, бьется, бьется, подскакивает. Он понимает, что есть некоторые волны на этой воде. Когда мы погружаемся в прошлые жизни, мы понимаем, что эти волны были оставлены самим этим катером, он просто по одному и тому же озеру катается. Вот. И в этом смысле как раз вот когда человек идет в прошлую жизнь, он идет как раз и искать, а где он запустил ту волну, которая постоянно мешает ему жить вот нормальной, спокойной жизнью. Вот мы ищем источник, с которого все вот эти вот волнения в его жизни начались. То есть жизни связаны, да, безусловно. Слушай, а вот сейчас такое есть еще движение популярное, что люди такие, я просто здесь и сейчас, я просто в этом моменте. И, казалось бы, это противоречит регрессологии, потому что просто у человека я здесь и сейчас. Ему хорошо, ему приятно, но мне почему-то что-то подсказывает, что человек, не разобравшись с какими-то глубинными проблемами, вот так вот себя здесь и сейчас хорошо ощущать вряд ли будет. Ну, мы можем разделить. Врут люди или не врут люди? Безусловно, люди врут. Потому что если человеку хорошо здесь и сейчас, то мы его не трогаем. Окей, да. Ему хорошо, да. Ему хорошо, вопросов нет. Но если мы видим, что все-таки это такое, как сказать, бегство от невроза, то есть такой этап, опять же, развития, если мы говорим, что мы все равно все к Богу идем. Этап развития, когда нужно немножко передохнуть. Это обычно где-то после уровня раскрытия сердечной чакры. То есть человек очень долго был на манипуре, очень был таким волевым, суровым. Потом, пройдя через какие-то испытания, ему стало хорошо, он раскрыл сердце, и он пребывает здесь и сейчас. Но это не финальный уровень. Там есть дальше уровень выше, это уровень вишутхи, это уровень реализации предназначения. И в этот момент многим начинает казаться, я скатываюсь назад. То есть я вот до этого был волевым, потом мне стало хорошо, и вот теперь я снова бегу вперед, что-то вот не то. Но есть разница между вишутхой и манипурой в том смысле, что на манипуре я все делаю для себя, а на вишутхе я то же самое делаю для других. Поэтому быть здесь и сейчас это очень крутая, эгоистичная такая история, которая может случиться на какой-то период времени, но если там слишком сильно зависнуть, это будет большая проблема. И вот мы знаем, что многие люди как раз в этом состоянии с трудом, их как бы душа требует иди-иди вперед, вот, а ему приходится себя гасить. Это какие-нибудь вещества, алкоголь или еще что-то. Он хочет туда вперед, его душа, давай-давай-давай, погнали. Он такой, нет-нет-нет, я на чили, я на расслабоне, я никуда не пойду, у меня здесь все хорошо. Вот. Это как раз говорит о том, что он не проработал следующий уровень, боится туда дальше идти. Поэтому, безусловно, человек реализованный, он будет здесь и сейчас, безусловно, в этом состоянии, но он и созидать тоже будет. Да, вот, он все равно будет что-то полезное такое, ну, полезный, опять же, такой тоже субъективный фактор, он будет творить. То есть, в любом случае, быть здесь и сейчас, это хороший компонент, но где ты творец? Вот, мы все-таки созданы для творчества. Да, Алексей, благодарю тебя. Стало яснее. Задавайте, кстати, свои вопросы, пишите комментарии, какие у вас, что вы думаете по этому поводу. Я на некоторые комментарии буду отвечать. Алексей обязательно зайдет в комментарии, посмотрит, причитает и ответит. Вот как раз я говорил про страх. И слово страх, оно у многих резонирует, потому что у многих есть страх высоты, страх воды и, возможно, и другие фобии, страхи. и, возможно, это связано с прошлыми жизнями. Помогает как раз регрессология снять страхи. Я бы сказал, что если мы разбираем показания к регрессии, то вот фобия это первое показание. То есть, например, если придет женщина и скажет, я хочу отношений, я все-таки сперва в этой жизни поработаю. А вот если придет такая женщина и скажет, у меня какая-нибудь фобия избыточная, непонятная, то вот именно с фобией, как чрезмерное, да, наличие страха, я, скорее всего, буду с ней работать в погружении. И что очень интересно, как правило, фобия это очень понятный сильный страх, для проработки которого редко нужно больше одной регрессии. Вот у меня есть показательная одна из сессий, как раз в школе мы ее тоже проходим, где мы с клиенткой, она говорит, я учусь петь, но боюсь публично это делать в начале сессии и через полтора часа регрессии мы с ней вместе в вебинарной комнате на 50 зрителей поем «Лучше солнца золотого». Всех обычно это очень впечатляет. Или есть тоже показательная сессия, она тоже есть у нас в рамках школы. У нас в рамках школы мы показываем хорошие интересные сессии, на которых можно поучиться. Мужчина, у него страх высоты, мы выяснили, что за страхом высоты был страх предательства, тоже там интересная техника, и я его после сессии отправил на балкон, говорю, ну и на балкон, сходи, вернись, расскажи. Он говорит, нормально, все хорошо. То есть фобия это вообще, наверное, одна из таких, ну, ключевых показаний, с чем посмотреть в регрессию. А вредные привычки, алкоголь, другие там, табак, может быть, очень вкусная еда, сладости, вот это все. РПП, ростовство пищевого поведения. С этим регрессия работает, но работает немножко не так в лоб. Не то, чтобы я в прошлой жизни много раз курил, хочу и в этой жизни покурить. Как правило, человек, который заполняет что-то веществом, он заполняет некую пустоту. То есть он что-то получает с помощью того же сладкого, что-то получает с помощью алкоголя, что-то получает с помощью никотина. Наша задача на этапе опроса, на этапе прояснения, намерения, понять, какую потребность он этим закрывает, а дальше в регрессии посмотреть, а куда она его делась в естественном образе. Например, с помощью сладкого я получаю более хорошего настроения, потому что если сладкого нету, я немножко такой прибитый и пришибленный. Концепция регрессологии очень схожа с восточными философиями, которая говорит, что мы изначально целостные, в нас есть все. И поэтому, если тебе грустно без сладкого, это значит, ты где-то радость свою потерял раньше. И мы будем идти в регрессии искать эту радость. Если мы ее найдем, то человеку будет радостно в естественном состоянии, ему дополнительное сладкое не появится. Или вот тоже такой вообще нередкий пример, это работа с разными каннабиоидами, которые позволяют человеку расслабиться и быть в более таком расслабленном состоянии. Это что значит? Это значит, без каннабиоидов он напряжен, где-то есть его изначальная целостность, где он расслаблен, и наша задача просто найти точку этого напряжения, вернуть ему базовое расслабление, и тогда такой человек, даже если он предложит, он, наверное, покурит, он скажет, слушайте, ребят, все, конечно, довольно интересно, мы их с ней одобряем наркотики и так далее, вот, он скажет, спасибо вам большое, но я не хочу, я не хочу больше с наркотиками сталкиваться, да, это, оно мне ничего не дает. С никотином тоже интересная история, как правило, за никотином стоит какое-то нежелание соединяться со своими истинными чувствами. Например, я работаю на работе, которая мне не нравится, я не хочу узнать, что мне эта работа не нравится, я сходил, покурил, меня как бы чувства отпустили, эмоции, многие говорят, да, там, я начинаю нервничать, покурил, меня отпустило. Вот это нежелание разбираться со своей тревогой может привести к тому, что человек будет курить, и мы как раз в регрессии можем посмотреть, а откуда эта тревога взялась? Она была в детстве, она была, может быть, в утробе сформирована уже эта тревога, может быть, у тебя мама очень сильно тревожилась, и ты унаследовал эту историю. Может быть, она была из прошлой жизни, то есть здесь регрессия позволяет сходить везде, и тогда, кстати, тоже интересный момент, у нас самая частая зависимость, которая уходит в школе, это как раз никотиновая, потому что в школе регрессии мы учим чувствовать свои чувства, а человек, который курит, как правило, не все, но как правило, хочет от них отдалиться, и потом многие говорят, что я разобрался в целом с чувствами, и вдруг обнаружил, сам для себя неожиданно, что курить перестал, или курить хочется меньше, и мы такие, супер, супер, отлично. Кстати, я еще высказал про родителей, про бабушку, и вопрос про родовую, родовую память возник. Связана ли родовая память и прошлые жизни, и ныряете ли вы в родовую память? Да, мы ныряем в родовую память, потому что есть три основные такие источника психотравмы. Это наша личность, то, что мы знаем, в детстве Павлу покусала собака, собака выросла и забыла, а Павла вырос и не забыл. Это наша личностная история, с этим прекрасно работают психологи, дештальтисты, и если, друзья, у вас проблема в этой жизни, вам психолог гарантированно поможет, психологам всем респект, сам психолог. Вторая тема, это как раз унаследованные истории, то есть мы наследуем большое количество установок от наших родителей, просто потому, что на уровне нашего физического тела мы все произошли от первого сперматозоида и циклетки, которые, которые, которые произошли и так далее. То есть мы наследуем память наших предков. И даже если вы маленький африканский ребенок, которого Анжелина Джоли вывезла в Нью-Йорк, вы все равно будете повторять стратегии своих африканских предков. И здесь как раз работы Берта Хеллингера, которого сейчас не очень сильно любят, но он был крутым ученым, потому что он был исследователем в том смысле, что он был священником, который, говорит, приходит дед на исповедь, я работаю священником. Проходит 20 лет, приходит его сын на исповедь, рассказывает похожую историю. Проходит еще 18 лет, приходит внук на исповедь и рассказывает ту же самую историю. Говорит, я просто обнаружил, что родовые сценарии повторяются. И дальше он стал искать способ, как с ними поработать, сделал свои расстановки, классный, хороший метод в правильных руках. И он четко показал, да, родовые сценарии наследуются. И мы как раз в регрессии в этот источник ходим. И, наконец, да, третье, это прошлая жизнь. И самое интересное бывает, когда у меня, допустим, травма в прошлой жизни, но в прошлой жизни она была унаследована от предка, а у того предка она из его прошлой жизни. И в результате вот эта вот сложная такая вот история мне перешла просто вот по наследству, на рожайся. Потому что, опять же, у нашего бессознательного нету задачи, чтобы мы были счастливы. Это не его задача. Его задача, чтобы мы выжили. И поэтому, если вот мы сейчас с тобой здесь общаемся, это значит, что сперматозоиды всех твоих мужчин, кто были до тебя, и всех твоих женщин, яйцеклетки, они все, это геном победителей. Да, то есть мы с тобой, это оба вершины своего рода физического. Все, кто не выжили, не смогли свои гены передать дальше, ну все, они сгинули. Поэтому, может быть, та установка, которая мне мешает, или тебе, или нашим зрителям здесь, сейчас, она кому-то очень сильно помогла. И кажется, как это вот мы какую-то вот, черт знает что, непонятно откуда тащим, а это все позволяет нам выжить. А вот если ты уже выжил, дальше можешь заниматься любой ерундой. Можешь становиться счастливым, можешь пробуждением заниматься, можешь им что угодно, без сознательного, без разницы. Ему главное, чтобы ты выжил. Про выживание. Многие в семье сейчас, и у них семейная жизнь похожа на выживание. Например, или неполная семья, например, дети, или просто сплошная ругань, или человек не может найти партнера. Ну давай сначала начнем с каких-то семейных разборок. Может ли это быть кармический партнер из прошлых жизней, и работаете ли вы с этим? Как правило, вот большинство, я бы сказал, может быть, там 98-99% семей, это всегда кармические партнеры, которые пришли друг другу что-то додать, чего-то другу научить. Мы с этим, конечно, очень активно работаем и смотрим. Потому что, ну, родители почти 100% кармические, браки на начальном этапе, семьи тоже кармические. И там бывают интересные истории, что действительно, когда мы какие-то уроки проработали, многие люди, оказываясь свободны от кармы, расходятся. Но, с другой стороны, точно так же многие люди, оказавшись свободны от кармы, наконец-то понимают, что передо мной прекрасный человек. Вот, у меня так было с женой, да, очень яркий пример. Это же, когда работаешь с клиентами, это одно, но когда в своей жизни другое, что я не понимал ее реакции на себя, а она, видимо, не понимала моих реакций на нее. То есть мы встречаемся, грубо говоря, там 3-4 месяца, я не понимаю, когда я так много задолжал, вот, что она ко мне пристала, когда, и мы только вот начали встречаться. Вот, а ей казалось, что какого черта вот я, значит, нет, не делаю то, что должен. Ну, каждый пошел в свою терапию, каждый проработал свои травмы, в результате мы в какой-то момент разбежались, но встретившись буквально через 3-4 недели, я уже смотрю на нее другими глазами, то есть вроде бы девушка та же, тело вроде все тоже, но уже воспринимаю ее, она воспринимает меня, и мы с ней, по сути, начали строить вторые отношения, уже более чистые. И здесь как бы изначально наша встреча должна была быть кармической на какое-то время, чтобы мы додали друг другу то, чего не додали, но так оказалось, что на уровне личности мы друг другу интересно, вот мы уже 7 лет вместе, и, ну, своя история, она всегда как бы ближе к телу, но и клиентских историй таких очень много. Благодарю. Кстати, это прям очень мощный инсайт у меня, потому что люди, которые думают, что они живут с кармическим партнером, это может быть и не кармический партнер, а это кармический партнер до того момента, пока вы не не исцелите себя, пока вы не измените себя. Да, 100%, да. Ну, как только, он же для чего кармический? Для того, чтобы додать недаденное и помочь пройти следующие уроки. То есть, например, допустим, я прихожу в магазин, наш зритель приходит в магазин, на него что-то наорала продавщица. Он наорал на него в ответ, послал на три буквы, и все, они разбежались. Но если ты приходишь домой, на тебя любимый человек орет, да, ты начнешь думать, а что со мной не так, да, почему это происходит со мной, начнешь рефлексировать. И, как правило, действительно, кармические партнеры, они доставляют нам боль, делают больно, но я его, ее и люблю, и позволяет нам сделать этот духовный подвиг и нырнуть внутрь себя, да, погрузиться и посмотреть, а что со мной не так. Не она виновата, не она там дура какая-то, а я, может быть, дурак. И вот для этого нужны кармические партнеры. Класс, класс. А что с поиском партнера? Вот человек, например, не может найти себе никого. Здесь мы будем работать, безусловно, с контекстом жизни, потому что у нас есть правила контекста, я часто рассказываю в интервью, что у нас контекст создает, притягивает и удерживает соответствующее содержание. То есть человек, который находится один, у него есть некий контекст одиночества. То есть мне, по моей внутренней структуре, в одиночестве может быть безопаснее, может быть спокойнее, может быть гармоничнее и так далее. И тогда он своим этим контекстом будет распугивать людей. Он буквально будет, ну, скажем так, для человека, который настроен на отношения, на любовь, на взаимодействие и так далее, он будет смотреть на него, типа, какой-то он нелюдимый, вот что-то вот рядом с ним лучше не находиться. И здесь как раз мы смотрим, а чем внутри себя ты вибрируешь так, что от тебя мужчины или женщины шарахаются. В случае с мужчинами это очень часто как раз вот проблема с ответственностью. То есть, например, мне страшно брать ответственность, тем более за свою женщину, за свое будущее, там, за свои годы, а вдруг я передумаю, а вдруг там, не знаю, пойдет дождь, да, вот, страшно брать ответственность, сказать, ты моя там до конца моих дней, да, и все, я буду с тобой жить. Все, это же очень такое взрослое решение. Многие мужчины боятся этой ответственности и нужно как раз в регрессии смотреть, почему они боятся ответственности. Но и у женщин есть своя ответственность, да, сказать, что все, я за тебя замуж выхожу и ты главный, да, я готова идти за тобой. А он же человек, он же тоже ошибается, да, он же тоже бывает неправильные решения принимает. Он в конце концов смертен, да, он пошел, его машина сбила, а я тут осталась с тремя детьми, да, ведь это небезопасно. И для женщин действительно сдаться мужчине, это очень часто про доверие Богу. И мы буквально ходим в регрессии вот в те переживания, где женщина потеряла доверие Богу. Потому что, ну, действительно, как я могу доверять мужчине? Но если мужчина это тоже Бог, мои дети тоже Бог, мои родители тоже Бог, то тогда у меня появляется шанс расслабиться рядом с ним, да, и довериться несмотря на все. Насчет близнецовых пламен, что ты можешь сказать? Слушай, ну, с моей точки, опять же, я не работал со всеми людьми, но это крайне редко встречающаяся конструкция. То есть это, по сути, две души, как два атома, или как это называется, правильно, физики, которые существуют друг отдельно от друга, но если один поворачивается направо, другой поворачивается, два электрона, один налево, другой налево, и в изодолеке говорят, что в какой-то момент, когда вы пойдете к Богу, да, вы повернетесь, как бы в одну сторону, и дальше должны слиться. Но это вот настолько редкое явление, и, скажем так, актуальное на столь высоких уровнях развития, что обычному человеку переживать на тему того, что близнецовое пламя рядом с ним или не близнецовое, вообще нет смысла. То есть, опять же, по моей статистике, где-то один на десять тысяч человек должен пробудиться именно через близнецовое пламя. Там остальных девяносто девяти тысячам, им подходит индивидуальный путь, им не нужен конкретно вот та душа. Но и то, если понадобится, она понадобится уже где-то там на вершин их реализации, и она очень быстро притянется, то есть там вы не промахнетесь. Поэтому не надо перекладывать ответственность за свою личную жизнь на свое близнецовое пламя. Если ваш контекст не предполагает вашей встречи, работайте со своим контекстом. Делайте себя достойным в этой любви. Благодарю. Класс. Потому что сейчас, я думаю, что уже волна прошла, но кто-то искал, вот мне надо найти близнецовое пламя срочно. Это немножко инфантильная позиция, да, мы понимаем, что когда не я не умею любить окружающих, а это отсутствие его в моей жизни не дает мне почувствовать любовь. Что если я умею любить, к большому счету добавим сюда немножко химию, которая должна возникнуть, добавим сюда некоторые там психические особенности, но в целом очень много людей мне подходит. Вот. И если я ни с кем не могу построить отношения, то это не потому, что я не встретил того человека, это потому, что я пока еще живу в другой парадигме, в другом контексте. И еще действительно инфантильная позиция, когда человек говорит, меняться не хочу, принесите мне вот это, и мне будет хорошо. Да-да-да. Вот когда вот у меня это будет, тогда я буду счастлив. Когда я разбогатею... Не работает. Абсолютно. Скажи, пожалуйста, как поучиться, с чего начать вообще в регрессологии, и что сейчас зрители могут сделать для того, чтобы получить результат? Здесь очень важно понимать, что то, как мы работаем в регрессии, это трансовое состояние. И человеку нужно научиться в это транс-состояние входить. И вот очень часто очень хорошие результаты получают те люди, которые хорошо владеют трансом. Например, человек медитировал, человек занимался, с аутотренингом, слушал какие-то аудиомедитации, он приходит к регрессологу, у него все раз и получилось. А кто-то говорит, я прихожу к регрессологу, у меня ничего не получается. И мы специально для этих целей записали как раз бесплатные уроки на развитие трансового навыка и в том числе на пробную регрессию, саморегрессию. И вот я всегда всем рекомендую, прежде чем идти к регрессологу, сделайте эти упражнения. Посмотрите, как у вас происходит транс, насколько вы легко отключаетесь, насколько вы легко уходите в альфу. И самое главное, что пока вы будете делать эти упражнения, вы себя еще будете тренировать. То есть проверяя, как сильно я могу, какую тяжелую штангу я могу поднять, я одновременно и тренируюсь. И здесь то же самое, тестируя свой трансовый навык, вы еще и тренируетесь. И поэтому, ну вот мы специально как раз бесплатные уроки сделали, чтобы люди могли с чего-то начать что-то попробовать. Благодарю. Друзья, переходите по ссылке в описании, там будет вся информация, заполняйте форму и вы попадете уже на платформу к Алексею, правильно? Да. Школа регрессологии. Если захочется, переходите в школу, там тоже будут все упражнения, там всему научим. Если пока просто присматриваетесь, можно начать с уроков, посмотреть, как у вас это происходит. Следующий вопрос. Не выбрала ли моя душа быть инфантильным, бедным и одиноким? Да, отличный вопрос. Такой вопрос из контекста жертвы. Типа, не я виноват в том, что я инфантильный, бедный и одинокий, а моя душа это выбрала. Да, и я такой, типа, я не потому бедный, что я бедный и что ничего с собой не делаю. Это моя душа выбрала. В этом смысле надо очень четко понимать, вопрос смешной, ответ будет такой серьезный, что у души нету цели, чтобы ты был бедный или богатый. У души нету цели, что ты был один или с кем-то. В душе в целом, ну, как бы сказать, все равно, каким образом ты проживаешь путь, ей главное, чтобы ты получал новый опыт. И как душа может сказать, я хочу познать опыт управления материей. Для этого ты сперва родишься бедным и очень, может быть, жадным, ты заработаешь много денег, потом тебя всего лишат, и если сможешь подняться дальше, ты будешь себя чувствовать человеком, который преодолел себя из материи на ты. Или, например, если душа говорит, моя задача познать безусловную любовь, то ты можешь родиться в какой-нибудь семье без родителей, вообще сиротой, очень сильно эту любовь искать, быть постоянно в созависимых отношениях, очень сильно от этого страдать, потом, может быть, какой-нибудь свалиться психологию, даже психотерапию или регрессологию, трансформировать себя, найти Бога у себя в душе, и с этого момента ты уже свободен. Поэтому душа не выбирает быть тебе одиноким или быть тебе бедным или еще каким-то. душа говорит, мне интересен новый опыт, мне интересно создать тот, чего еще не было. А как ты будешь это делать? Ну, кто поглупее, тем достаточно жесткие уроки прилетают, кто поумнее, тем помягче. Но это, опять же, очень такой на тониковый момент, потому что может быть, сколь угодно умным в своей области, например, ничего вообще не понять в любви. И вот в любви самые гениальные духовные люди будут просто теряться и пропадать. И наоборот. Смотри, если урок не пройден, то возвращается ли душа и человек к этим урокам? Если урок не пройден, он будет повторен еще раз, и еще раз, и еще раз, пока не будет повторен и, собственно, пройден. И, собственно, в этом как раз и смысл цепочек воплощений, что если я с первого раза не справился, ну, в следующей жизни справишься, второй раз не справился, в третий, не справился в третий, справишься в четвертый, пока урок не будет усвоен. Поэтому уроки должны быть усвоены обязательно. Обязательно. Без этого вообще никак. И есть, опять же, я проговорил, что есть разные шкалы, там, чакральная система или лестница Хокинса. Вот человека в этом смысле можно сравнить с семечком, которому предстоит стать помидором. То есть мне из семечка нужно стать проростком, из проростка мне нужно стать стеблем, из стебля мне нужно стать завистью, из зависти, там, чем, цветочком, из цветочка с зеленым плодом незрелым, из зеленого плода стать спелым плодом. Если я какой-то этап пройду неправильно, например, мое семечко будет брошено где-нибудь, значит, в полях, я, безусловно, проросту, мы подойдем, потрогаем стебелек, пахнет семечком, пахнет помидорой, да, пахнет помидорком. Но для того, чтобы стать полноценным помидором, за ним нужно определенным образом ухаживать. И вот в этом же смысле мы не овощи, вот что прекрасно. Если нас неправильно растили, если нас вовремя не подвязали, если нас вовремя не поливали и так далее, нам будет сложнее стать спелым плодом, ну, в этой метафоре, то есть прийти к Богу. Но мы это можем сделать, мы это можем легко сделать. И эта метафора, знаешь, где работает в истории как раз с Буддой, который же как раз родился в знатном роду, да, у которого были прекрасные прошлые жизни. Есть такое литературное произведение древнее, Джатаки называется, «Прошлые жизни Будды». Там вот его прошлые жизни рассказаны, очень интересно, всем советую почитать. Значит, и до 30 лет, а до 27 он не видел страданий. То есть, по сути, его очень-очень грамотно взращивали. И ему в этой жизни осталось только сделать последний шаг, да, из зрелого стать спелым. И вот он получил пробуждение и уже принес нам всем эти буддийские инструменты. Обычному человеку, у которого нет такой благой кармы, он поймет, что там где-то недопалили, где-то недопосынковались. Это тоже гениальный процесс, очень похож на религиозный. Есть в биологии посынкование. Это отсечение ложных побегов, чтобы весь сок шел в развитие. И у нас в духовном росте, да, есть же понимание отсечения привязанностей, чтобы вот не привязываться, не привязываться и весь свой потенциал тратить на развитие. И вот тогда получается, что действительно у нас задача у всех познать Бога, пройти весь этот путь. И дальше просто вопрос, кто на каком уровне подзастревает. И если я, например, постоянно, допустим, дорастаю, да, вот я как... Я одновременно и помидор, и ухаживатель за помидором. Я одновременно и личность, и душа. И если я постоянно как личность, например, дохожу до уровня безусловной любви, но не иду на уровень творчества, я буду воплощаться, пока я это не сделаю. Или если я каждую жизнь погружаюсь в страсти, то я буду воплощаться до тех пор, пока я не перейду на следующий уровень. Это управление страстями. Если я слишком жесткий управленец и постоянно всех там пинаю, строю и так далее, то хочется пошутить, в следующей жизни я буду женщиной. Пошутить, почему именно так, что я же просто выступал перед сообществом бизнес-вумен, а это, как правило, женщины, которые в прошлой жизни были воинами-мужчинами. Им надо бы осваивать женские энергии, а они все по инерции продолжают мужские стратегии. Я с ним как раз говорил про мужчин и женщин, и вот чувствовалось, что эта тема им прям откликается. Поэтому урок будет повторен много раз. А, кстати, насчет бизнес-вумен, что ты им порекомендуешь? Как им, например, если они слишком погружены, например, в работу, и у них нет, например, личной жизни, или просто вот как-то вытратили какую-то историю? Я бы им... Самое крутое решение, это, безусловно, пойти к регрессологу, да, это самое, это верхнее уровень. Но с чего начать? Начать с любых расслабляющих, блин, практик. Вот, любые расслабляющие практики, они в помощь. По очень простой причине. Можно верить в эзотерику, в чакры, можно не верить. Но есть физиология, где высший пик наслаждения доступный мужчине и женщине называется оргазм, да. Большего обычный человек не может достигнуть. И тогда мы можем увидеть, что женщина получает оргазм, когда расслабляется, а мужчина, наоборот, когда напрягается. То есть мужчина расслабленный, у него ничего не работает, женщина напряженная, у нее тоже ничего не работает. И вот те практики и те методики, которые позволят ей расслабиться, будут работать на нее. Может быть, это будут массажи спа-бани, может быть, это будут какие-нибудь, ну, там, какие-то тантрические практики, а может быть, это психолог, может быть, ей действительно нужно найти, а почему она так боится расслабиться. То есть, будучи воином прошлой жизни. Она понимала, что я расслаблюсь, меня сажают враги. Но мы сейчас в 21 веке. Сейчас, в принципе, мир для женщин создан. Расслабляйся, кайфуй. Тут даже если ты одинокая женщина, тебя поддержит. Милиция, полиция, государство, дешевые цены в магазинах, какие-то соцспособия. В принципе, здесь женщине очень комфортно сейчас жить стало. А она все продолжает свои старые стратегии. Вот. Если женщина понимает, что почему-то она повторяет старые стратегии, то уже, конечно, добро пожаловать к регрессологам. Вот. Но, опять же, даже без погружения в прошлую жизнь проконсультироваться с регрессологом уже может быть полезно. То есть он хотя бы ей подскажет, куда копать. Как понять человеку, нужно ли ему идти к регрессологу? В целом, конечно, есть такой момент, когда человек уже дорастает и понимает, что он попробовал многое. Ему что-то помогло, что-то нет, а проблемы остаются. Вот. В этом случае, конечно, регрессия будет идеальным решением, потому что она позволяет копнуть на максимальную глубину. И, опять же, у меня есть набор клиентов, которые говорят, что я не хотел так глубоко закапываться. Я вот искал какую-нибудь простую медитацию, какую-нибудь простую аффирмацию, простую расстановочку. Сейчас что-то вот быстренько сделаю, и меня отпустят. Поэтому, если вот первый признак, да, поработал уже с простыми инструментами, и они пока еще не принесли результата, то можно идти дальше. То есть это очень хорошо подходит практикующим людям. Следующий момент. Если в целом то, что я, допустим, рассказываю, то, что вы читали про регрессию, хоть каким-то местом отзывается, там, где-то в сердечке, где-то, может быть, в почках, я не знаю, но где-то такое интересно, здесь всегда нужно за этим интересно пойти. Вот всегда. Вот если вы идете по улицу, увидели какую-то интересную вывеску и прошли дальше, остановитесь, вернитесь, зайдите за эту вывеску. Там что-то для вас есть 100%, вы еще не знаете, что. То есть, если вы чувствуете какой-то душевный отклик такой, так, что-то в этом есть, точно надо сходить. И в целом, я всегда рекомендую поработать с регрессологами именно моей методики. Тут, опять же, без ложной скромности. Огромное количество школ не делает большого упора на разбор намерения. То есть, вот у меня друг, да, у него есть некоторая сложность. Я говорю, типа, ну а что ты не сходишь? Ну, ты же знаешь, есть там регрессолог, ты с ней дружишь, она тебе всегда поможет. Он такой, ну, я не понимаю, как сформулировать запрос, что я толком хочу. Я говорю, слушай, сформулировать запрос – это ее задача. Ты скажи ей, что ты не удовлетворен своим положением дел. А она уже тебе, лично зная, тебя подскажут. Может быть, ну, типа, ты заморачиваешься. Буквально вчера вот мне, знаешь, пишет моя клиентка, говорит, Алексей, хочу к тебе на сессию. Говорю, а в чем тебе вопрос? Расскажи в двух словах. Вот. Она мне рассказала, я ей дал ответ сразу же. Она такая, спасибо. Я говорю, ну, не нужна здесь сессия, да. Поэтому если есть какая-то недовлетворенность, поработайте с регрессологами вот моей школы, которые работают с намерением, которые позволяют разобраться. И он, может быть, даже на какой-то предварительной беседе скажет, слушай, это точно не ко мне. Да, или слушай, да, это точно ко мне. Остаемся, давай работать. Это абсолютно нормальная история какое-то время поискать своего мастера. Поэтому посмотрите, может быть, у вашего потенциального мастера есть какая-то вводная консультация, например, да, или там вводная, попробовать что-то, да, то у нас, например, вот есть вводные уроки для школы регрессии, которые можно пробовать. Вы можете пойти к регрессологу и там спросить, а можно с вами хотя бы там 15 минут пообщаться, вопросы позадавать. Потому что во многих смыслах достаточно недовлетворенности. То есть у меня есть запрос, который я не могу решить своими силами, этого регрессологу достаточно. Благодарю. Друзья, переходите по ссылке в описании, там будет вся информация. Подписывайтесь на бесплатные уроки, также изучите обязательно страницу со школой регрессологии. Об этом мы чуть позже расскажем сейчас. Вопрос про великий переход. Сейчас многие ждут перехода, многие ждут, когда мы перейдем в пятое измерение. Как ты к этому относишься? И что делать с людям, которые ждут перехода? Переход уже произошел. Он произошел в 12-м году. Многие в 12-м году сменили профессию, уволились, никогда больше не работали на нелюбимой работе. И, насколько я знаю, тоже в 12-м году сменял сферу деятельности. И в чем одна из ключевых фишек этого перехода? Если брать наших даже с тобой родителей, то в их молодость маргиналами считались те, кто работает в свое удовольствие, кто кайфует на работе, расслабляется, творчески реализуется. Они были странные. Нужно было на работе пахать, страдать. Ты должен был мучиться. И что самое главное, эта схема работала. То есть это не просто была какая-то идея в умах наших родителей. На практике любой человек, который получает удовольствие, очень быстро скатывается вниз по социальной лестнице. И вот в 12-м году произошел переход. Те, кто научились получать удовольствие на работе, научились кайфовать, научились радоваться, именно они начинали подниматься наверх. Это не значит, что наши предки не радовались на своей работе. Но там должен был момент быть задолбаться. Чем бы солдат не занимался, лишь бы он подзадолбался. Вот эта вот присказка абсолютно справедливая. То есть раньше нам, что называется, вселенная нам платила за то, что мы страдали. Мы мучились, преодолевали и так далее. Сейчас нас вселенная поддерживает за то, что мы радуемся. И задача этого перехода – это научиться радоваться, то есть испытывать более высокие вибрации. И поскольку огромное количество людей живут в низких вибрациях, то есть это в стыде, в страхе, в фобиях, да, вот под любое мое видео зайди в интернете, низковибрационных людей, которые просто ядом брызжу, их будет огромное количество, ну, какое-то количество, ладно, не огромное. И вот это как раз и есть люди, которым сложно радоваться, которым сложно просто перелистнуть канал, сказать, мне это неинтересно, да, которым сложно сказать, спасибо большое за видео, мне очень понравилось, или я с вами не согласен, но благодарю там за то, что интересный выпуск, или просто прошли мимо. Вот как раз этих людей все еще достаточно много. Мир перешел, но именно из-за этого мы сейчас входим в период, 30 лет в период должен идти, то есть примерно 2042 года, как раз период войн, период катаклизмов, период разных неприятных событий, потому что люди, которые нацелены на страдания, их страдания будут приумножаться. И либо они сообразят и выйдут в благость на более высокие вибрации, хотя бы на уровень вибрации смелости, радости, интереса к жизни, либо их страдания будут усиливаться вплоть до смерти. И вот этот период катастроф, это всегда как раз период вот на смене мерностей. Поэтому один из главных переходов, это сейчас люди творческие, любящие, которым нравится поржать, посмеяться, покайфовать, получить удовольствие, они сейчас будут на гребне. Те, которые считают, что у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, они будут очень сильно проваливаться. И вторая сильная история, связанная с пятым измерением. Пятое измерение, это, собственно говоря, то, чем занимается регрессология. Это изменение вероятностей. То есть я уже несколько примеров привел про людей, у которых после регрессии им сами позвонили начальники, им сами написали какие-то бывшие клиенты, им какой-то продюсер их сам нашел. Он работает с собой, с внутренним миром, а его реальность начинает меняться. И вот если четвертое измерение, это время, то есть три измерения мы сейчас видим, четвертое измерение, это время, то пятое измерение, это уже игра с временем. А что если? А что если вот так? А что если иначе? А что если еще куда-то? И вот здесь мы как раз как регрессологи, мы и стоим, ну, можно сказать, на переднем крае, мы помогаем человеку поиграться с судьбой, наконец-то ее поменять. Так что пятый переход произошел, мы в него вошли, но многим очень тяжело, вот кто живет на старых вибрациях. А скажи про людей, которые, возможно, прилетели сюда, как такой светлый десант, звездный десант. Да, сталкивался ли ты с такими людьми, которые помнят какие-то космические свои воплощения, или себя как ангела, например, что-то такое? Здесь я не дам статистики, но очень много здесь душ, которые имеют больше воплощений там, чем здесь. И, скажем так, вот есть такое выражение, типа не бывает бывших военных. Вот бывший военный, он уже даже и на пенсии будет там строить, ходить и так далее. Он бывший военный, он бывший полковник или бывший медик. Не бывает. И вот то же самое справедливо для этих душ. Например, если душа была из какой-нибудь там, назовем там, плеядинского созвездия, она будет тяготеть к учительству. Да, если она была из орионского созвездия, она будет тяготеть к целительству. Если это были рептильные миры, и вот тут тоже, да, здравствуйте, дорогие рептилоиды. Сейчас раскроем тайну рептилоидов. Да, мы раскрываем тайну рептилоидов. Рептильные миры – это как раз те миры, где люди очень много занимались структурой и системой. И они, когда приходят на планету Земля, которая очень про эмоции, про чувства, про, ну, как бы, сопереживания, они по привычке начинают заниматься выстроением системы. Поэтому есть это выражение, что вот в банковской системе рептилоиды, миром пройдет рептилоиды. А они им просто свойственно управлять. У них такая структура просто по инерции осталась. Поэтому, безусловно, сейчас, да, сейчас ждем комментариев, да, что после фразы про рептилоидов отключилось. То есть рептилоиды – это не животные в маске человека. Это просто душа, которая многое время провела в опыте вот как раз такого свойства. И она, приходя сюда, она снова человек, ей нужно пройти человеческие опыты, но по инерции она продолжает повторять. Как правило, у этих душ, когда мы погружаемся в прошлые жизни, во-первых, это весь опыт вылазит, во-вторых, у них, по их описаниям, не было животных воплощений. То есть, если мы посмотрим жизнь Будды, он будет описывать очень подробно, как вот он в последней жизни был слоном, и когда бежал из пожара, не смог наступить на муравья и сгорел, из-за чего получил человеческое воплощение. То вот у этих душ, у них будет очень маленький земной опыт. И в этом их, с одной стороны, сила, а с другой стороны, слабость. Давайте человека представим. Человека-спортсмена, который чемпион мира по футболу. Он прекрасный спортсмен, он в себе уверен, все у него хорошо. И вот ему говорят, с завтрашнего дня ты играешь в хоккей. А он футболист, он привык в футбол, он чемпион мира, он, может быть, Леонид Месси, Рональдо и так далее. Он гениальный абсолютно. И он себя гениальным ощущает. Он добился многого-многого, выиграл. Он в тех цивилизациях, в тех мирах, что ты из себя представлял. А здесь он приходит в хоккей, и вот идет слом, да, идет надлом эго. Я же все знаю и умею. А это не работает. И зачастую мы можем увидеть таких потерянных целителей, которые ваш мир тлен, я там пойду сюда, но если хочешь, заходи, исцелю, такие немножко потерянные, грустные, такие, мама, верни меня обратно. Но им просто здесь пока еще тяжеловато. Им нужно, может быть, не столько посвящать свою жизнь духовной практике, сколько, может быть, наоборот, заняться земной жизнью, спортом заняться, изучать, как деньги зарабатываются, может быть, дизайном здесь заняться, ну, чем-то более материальным, заземлиться. Многим это очень сильно мешает, особенно кто из более духовных цивилизаций пришел. Вот. У нас планеты Земля, те, кто изначально здесь родились, они, ну, как бы, проживали менее вибрационные опыты, не хуже, не лучше, они просто менее вибрационные. И те, кто пришли с более высоким вибрационным опытом, им здесь тоже очень тяжело. Поэтому мы это в регрессиях часто видим. А занимаетесь ли вы подсчетом воплощений? Вот сколько воплощений было здесь, сколько здесь? Я этим не занимаюсь, потому что, на мой взгляд, это ни на что не влияет. Но это можно спросить у своего наставника в жизни между жизнями. То есть погрузиться в это пространство и найти там наставника своего, и ему задать вопрос. Обычно называют цифру, вот в школе регрессии, вот где-то 400-600 воплощений было до, если среднюю цифру брать. Я не знаю, на что это влияет, потому что можно, как в буддийском тоже трактате, по-моему, Марка ученик Милорепы или ученик Милорепа ученик Марпы. Извините, пожалуйста, если я путаю. В общем, там история про человека, который за одну жизнь, не имея кармических благ и кармического багажа, достиг пробуждения за одну жизнь. А кому-то на это нужно тысячу жизней. Поэтому если я тысячу жизней живу, а ты две жизни живешь, это ни о чем не говорит. Потому что есть примеры пробуждения за одну жизнь, за первое физическое воплощение. Про обеты еще хотел спросить. Вот, например, если человек был в прошлой жизни монахом, тоже это все можно снять? По сути, какие-то, например, там, обет безбрачия? С обетами, контрактами, зароками мы тоже очень хорошо работаем. Есть, скажем так, старая эзотерическая школа, которая любит их разрывать, сжигать, уничтожать и так далее. У нас все-таки подход, что все, что в мире есть, оно зачем-то нужно. И абсолютно реальная история. Я ее часто на вебинарах рассказываю. Опять же, просто потому, что отзыв есть, и можно этому человеку написать. В этой жизни каждый раз, когда он пытается заработать денег, у него все время самосаботаж. И до тех пор, пока он не отказывается от идеи заработать денег. Он целитель, он мастер, все у него хорошо. Но, говорит, каждый раз, когда я думаю, что неплохо бы еще и материальным обрасти, вот прям ступор, прям протест. И мы с ним обнаружили в прошлой жизни, что он давал обет безденежья, как раз поступая на службу в монастырь, что я отказываюсь от денег. И дальше, учитывая, что все для чего-то нужно, я задаю как раз вопрос. Говорю, а для чего ты идешь в этот монастырь и берешь этот обет? И он говорит, если я туда пойду, меня будет Бог любить больше. О, и для нас это значит, как в случае с работой с зависимостью, что где-то он уже принял решение, что Бог его не любит. И мы находим действительно прошлую жизнь, где еще наша жизнь назад, как раз по цепочке идем, где он, уйдя куда-то, вернулся и обнаружил, что его все имение вырезали и убили. И он с тех пор решил, что Бог его не любит, Бог его оставил. Хотя на самом деле они прожили свою карму, Бог его потому и отправил, чтобы он еще пожил немножко. Мы восстанавливаем терапевтический поток любви. Он говорит, все, я люблю Бога. Идем в следующую жизнь. Говорю, а сейчас бы ты дал обет безденежья? Он говорит, а зачем? Я и так чувствую любовь Бога, мне и так хорошо, мне обет больше не нужен. И в этот момент мы видим, что обет действительно растворяется. В том числе он об этом пишет буквально в отзыве, что говорит, я просыпаюсь, понимаю, что мир стал ярче на следующий день, мир стал лучше, и что теперь я могу действовать свободно, как будто, говорит, это самое, кандалы с меня сняли. И он еще, поскольку сам в практике давно, он говорит, что, а зачем я ходил на тренинги по финансовой грамотности, упростим, да, если на самом деле я просто платил деньги за борьбу с самим собой, вот, я платил мастерам, чтобы они поработали с моим саботажем, по большому счету, вот, это был самосаботаж. И вот когда мы этот обет убрали, и вот еще раз технология, пойми, зачем тебе нужен контракт, зачем тебе нужен обет, да, зачем ты дал этот зарок. Восстанови изначальный поток, и контракт растворится сам, просто за ненадобностью. Тут, кстати, тема с логикой, потому что часто бывает такое, что люди ныряют, например, в какие-то ситуации, и пытаются просто, вот давайте мы туда пошлем какую-то энергию, и оно само, как овлочко, растворится. Или просто там, ну, пусть это не будет не так, если не такой, детский такой какой-то подход. Вот, просто давай их отодвинем подальше, и вот все, ничего не видно, ничего не слышно. Так оно, к сожалению, не работает, да, потому что мы же понимаем, что в этом мире божественно все. Сейчас опять, наверное, в комментариях прилетит, а как же убийцы, насильники и так далее. Но, блин, друзья, они тоже божественны, они выполняют свою функцию, они находятся на своем месте, им тоже тяжело, это огромный груз. И, собственно говоря, если мы говорим, этого, этого, этого не существует, а вот существуют только радуги и единороги, мы застреваем в инфантилизме, да, мы застреваем в детской позиции. И, к сожалению, ну, чем дольше мы находимся в детской позиции, тем жестче потом будут уроки. Поэтому в норме мы не говорим, что мы хотим в своей жизни убийцу, да, мы не говорим, что мы хотим, чтобы в нашу жизнь кто-то пришел неприятный. Мы говорим, что если это существует где-то в мире, значит, там были созданы соответствующие вибрации, значит, Богу это было угодно. И кто я такой, чтобы все это осуждать? И говорить, этого не должно быть. Да, это значит, я свое эго, я свое я ставлю выше Бога. Я вот решил, что этого не должно быть. Вот. Почему? При этом мы не говорим про вот эту позицию под названием быть терпилой. Да, то есть, если у меня в подъезде банджи портят атмосферу праздника, то что я должен сделать? Я не должен, как, опять же, в такой вульгарной эзотерике, пытаться получить наслаждение от вот испорченной атмосферы. Я должен пойти и навести порядок без раздражения, без злости, там, без... Могу припугнуть, да, я могу быть внешне очень грозен и страшен, но внутри я понимаю, да, что это там, ну, люди, там, мне что-то случилось и так далее, и так далее. Может быть, им надо помочь, может, как-то надо решить эту ситуацию, но я решаю эту ситуацию, я в нее иду. Поэтому все эти эзотерические законы, они работают для внутреннего мира, поэтому эзотерика, да, это познание себя, чем я к себе притянул этого убийца, бомжа и так далее. Но есть и экзотерика, это а что мне делать с тем, когда я уже притянул, да, и вот это вот быть, извините, опять же за термины терпилой, да, который терпит и пытается приучить себя к тому, что, ну, как приятно, что здесь бомжи ночью спали, но это антидуховность, да, то есть всему свое место, бомжей, в приют, да, насильников, камеру, атмосферу, в подъезд, да, всему свое место, это и есть любовь. А когда мы говорим, нет-нет-нет, этого не существует, это за пределами меня, то это как раз вот, ну, это и антибожественно. Да, искаженное понятие принятия. Точно. То есть когда человек говорит, о, давайте будем все принимать. И, ну, это, с одной стороны, и верно, но если человек может повлиять на это, конечно же, нужны... Ты знаешь, очень важный термин, как ты сказал, принятие, потому что что такое принятие? Это в том числе и понимание предмета, и его место в этом мире. То есть если мы все с вами ходим в туалет, то принятие туалета, это будет смывать за собой, потому что все на своем месте. Непринятие, это будет, ну, загадить свою квартиру. Опять же, извиняюсь за такие метафоры, но просто очень понятно. Была классическая история, много раз в интернете подалась, когда была метеостанция, и все знали в Советском Союзе, какая-то 30-е годы, сейчас приедет бывший граф. А там, значит, у них какое-то абсолютно загаженное, вот это вот отхожее место. И все думали, что он будет делать, а он взял тряпочку, да, и, собственно говоря, помыл это вот пространство, потому что, ну, я себя уважаю. Он в принятии находится, он принял это обстоятельство, он говорит, это так быть не должно. Место отходом в выгребной яме, место чистоты на столе. Когда они меняются местами, это как раз и есть непринятие. Вот. Класс. И поэтому он граф, а они просто вот работают где-то в грязном месте живут. Ты говорил про Бога, и мне хочется узнать, жестко ли планирует душа воплощение? Это как вместе с Богом, вместе запланированное? Или сама душа принимает решение? И можно ли контракт этот поменять? И были ли у тебя случаи, когда люди меняли контракт? Скажем так, душа, это мерность гораздо более низкая, чем Бог, потому что Бог, это вообще весь возможный существующий потенциал. Это все возможные варианты, всех возможных вариантов, которые просто наблюдают. То есть это уже выше добра и зла, и это просто изначальные принципы, изначальные идеи, изначальные законы. И мы в этом смысле, ну, Y равно X квадрат, да, это закон. Все. Вот он такой, какой есть. Ему ни холодно, ни жарко. Душа в этом смысле уже как раз и занимается проживанием этой формулы, да, она уже смотрит Y равно X квадрат, это парабола, да, или там Y равно X квадрат, да, там это гипербола, да, и так далее. Надеюсь, нигде не оговорился. В общем, в этом смысле как раз у души есть, с одной стороны, необходимо следовать божественным законам, с одной стороны, потому что за их нарушение она будет тоже получать, как бы сказать, откатываться назад. Если мы говорим про личность, если мы говорим божественная, духовная, душевная личность, то есть те уроки, которые планируются жестко, то есть тебе нужно с этим разобраться, а есть то, где начинается свобода. И здесь очень многие как раз то занимаются давно уже эзотерикой, может быть, сталкивались с тем, что всю свою жизнь я потом бегу, 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 спешу, достиг действительно каких-то результатов, мне стало хорошо, а дальше вопрос, там, ну, типа, судьба, что мне делать дальше? И судьба отвечает, делай, что хочет. И человек очень часто зависает, такой, как это, что хочешь? Ну, вот так, что хочешь, ты сделай все, что ты должен был. Вот. но ты еще не умираешь, да, у тебя огромное творчество, то есть, да, вот, хорошее упражнение, представь, что ты, не знаю, например, обладаешь бесконечным временем, бесконечными ресурсами, чем займешься? Вот обычно с этого момента начинается творчество, да, то есть, вот, что я буду делать, если мне ничего больше не нужно достигать? Вот, можно себя протестировать таким образом и понять, вот, как близко вы к этой точке находитесь. То есть, если вы занимаетесь чем-то сейчас, чем бы и занимались, если бы ничего не нужно было делать, вы, значит, живете максимально своей судьбой, максимально своей жизнью. Давай перейдем к решению прикладных задач у наших зрителей. Наверняка есть какие-то проблемы в жизни, задачи, цели, которые они хотят достигнуть. Как ты помогаешь людям, как твоя школа помогает людям и что им можно сейчас предпринять? Ну, основное, что мы даем, мы даем инструмент и очень такую четкую и понятную методологию, что мне нужно делать, если я уперся в потолок и цель не достигается обычными инструментами. То есть, представьте себе человека, который решил вот банально заработать денег. Он пошел и заработал. Ему регрессолог не нужен, да? Или захотел построить отношения, пошел на свидание, там, сходил, познакомился, построил отношения. Ему регрессолог не нужен. Зачем? Регрессолог нужен тогда, когда человек уперся в потолок, когда я делаю, делаю, делаю и никак не могу получить результат. Или даже тогда, когда я очень сильно хочу делать, но нет энергии, нет сил, нет мотивации, я очень хочу, но вот у меня сил даже подняться нет. И вот здесь, когда мы понимаем, что проблема не в действиях, а внутри, здесь как раз и нужен регрессолог, и нужен инструмент, потому что регрессия это способ работы с бессознательным погружения в источник того, что тебе мешает. То есть тебе не внешний мир мешает, не отсутствие навыка, а тебе мешаешь ты сам. Ну, опять же, я работал с спортсменами, которые говорят, я на тренировке прыгаю отлично, все супер у меня, выхожу на соревнования, идет сбой. А почему? Психология, он мешает сам себе, он почему-то либо боится быть первым, либо у него есть выгода вторичная, оставаться на там последних местах. У него есть это выгода, то есть он почему-то внутри себя когда-то давно решил, что он бестолочь, ничего хорошего из него не выйдет, и он сам себя начинает на этих соревнованиях обесценивать. И как раз регрессолог может помочь ему вернуться в точку, где это решение было принято, в этой жизни, в прошлой жизни, в утробе, в роду, неважно где, но где-то было принято, трансформировать, и тогда человек пойдет в свою обычную жизнь и получит результат. И поэтому вот ты уже задавал вопросы, например, вот он говорит, я хочу бросить курить, я уже бросал, снова начинаю, я хочу бросить пить, я бросал, снова начинаю, да, можем посмотреть почему. Или финансовые потолки, тоже прекрасная тема, там есть разные финансовые потолки, на разных уровнях нужны разные качества. И, например, на финансовом потолке, ну, давай условно скажем, типа 400 тысяч рублей плюс, да, вот есть такой финансовый потолок, там включается страх ответственности за команду. то есть до 400 тысяч еще можно заработать, упахиваясь, четыре смены и так далее. Если ты хочешь зарабатывать выше, тебе придется, придется брать ответственность за людей, за своих сотрудников. И очень многим страшно это сделать. Они вот доходят до какого-то уровня, особенно, ну, вот хорошего уровня, даже не управленца, а скорее, допустим, какие-то риэлторы, вполне себе могут существовать. Но дальше ему, чтобы расти, ему нужно брать команду, каких-то же рекламщиков, маркетологов, еще кого-то. Многие бизнесы как раз в это упираются. Или, допустим, финансовый потолок, там в районе, там, 100-150 тысяч рублей. Там как раз многим людям не хватает взаимопонимания. То есть они не могут понять, что от них хотят. То есть к ним приходит начальник, говорит, сделай задачу, ему кажется, не знаю, начальник не приходил или сказал, сделай задачу послезавтра, или сказал, сделай другую задачу, и почему-то у него в голове какое-то искажение происходит. И как раз к психологу обычно часто приходят люди как раз с этим финансовым потолком. Я не понимаю, чего от меня хотят клиенты, чего от меня хочет мир, чего от меня хочет начальник. Я не могу их как-то услышать. Поэтому, когда вы упираетесь в какой-то потолок, который не можете преодолеть, в том числе финансовый, хорошая идея пойти к регрессологу. Любовные отношения, ну, мы тоже говорили про это, но тоже можно посмотреть, а не было ли у меня боли, да, в прошлой жизни, что вот я до сих пор избегаю глубокой любовной привязанности. Психосоматика. Мы вроде бы сегодня особо не касались, но вот есть, например, такие истории, когда человек напрямую может наследовать какое-нибудь заболевание из прошлой жизни. И здесь есть хорошая книжка, такая интересная для почитать, Кэрол Боуман «Прошлая жизнь детей». У ее сына шестилетнего была экзема на руке, она обошла вообще всех, кого могла, врачей, походила к психологу, ей сказали, да, есть определенная психосоматика, не помогло. И потом она нашла детского регрессолога. Такие и в России тоже существуют. И вот он, погрузив ее сына в прошлую жизнь, обнаружил, что тот был американским добровольцем, который пошел на войну, и которого ранили в руку, и которого после ранения он начал себя проклинать, что повелся на красивые плакаты вместо того, чтобы заниматься делом. То есть его позвали, ну, сейчас это называется какое-то частное образование, какую-то частную армию, его позвали, и он очень сильно страдал и жалел. И вот это страдание от того, что я, типа, занимался чем-то не тем, чем должен быть, и повелся на какие-то красивые плакаты, у него были в виде экземы, после погружения у него эта экзема прошла. И вот здесь как раз регрессологи тоже могут посмотреть, а не принесли ли вы с собой этот сценарий. Ну, и последний момент, который тоже очень важен, это смысл жизни и предназначения. Если я действительно вспомню, зачем я выбирал это воплощение, и увижу это авторство, что вспомню себя душой вообще, многие же не помнят себя душой, многие себя воспринимают личностью, у них не было никогда мистического опыта, а здесь есть возможность его мягенько получить. И если я вспомню как я выбирал эту жизнь и для чего, я могу быстрее выйти на этот путь. И, например, наконец-то перестать заниматься нелюбимой работе или, наоборот, может быть, уже принять, что это место это самое лучшее место, которое для меня сейчас подходит. Поэтому поиск смысла жизни, поиск предназначения вот через регрессию достаточно эффективно решается. А скажи, как у вас проходит обучение, с чего человеку начать, и есть ли какая-то продолжающая группа, и чем там вы занимаетесь? У нас обучение идет последовательно от простого к сложному. То есть, несмотря на то, что регрессия это очень такой мистический и духовный опыт, мы понимаем, что всегда существовали духовные школы, где были определенные инструменты, была определенная последовательность шагов. Мы, конечно, не духовная школа, не религия и так далее, но мы занимаемся внутренним миром. И для того, чтобы им эффективно заниматься, нужно делать определенные техники, определенные упражнения и идти вот буквально от простого к сложному. Поэтому у нас обучение идет пакетами 7, 12 и 15 недель в зависимости от того, что вам нужно. Ну, то есть, за первые 7 недель вы получите базовые навыки погружения и работы с ними. За следующие 5 недель это глубокая работа с травмой, поиск первой жизни, работа с убеждениями, контрактами, обетами, то есть, мы углубляемся. И еще 3 недели, то есть, 15 недель обучения. Это называется у нас основа психологии для регрессологов. То есть, если метафорически так говорить, регрессия – это лопата, то основа психологии – это карта местности, то есть, карта острова сокровищ, куда копать. И у нас там такие темы, как созависимые отношения, да, как применять регрессию в созависимых отношениях. Там у нас, как раз, тема психосоматики, работа с мужчиной и женщиной, работа с горящими убеждениями, работа с тенями. В общем, все это происходит там. И, соответственно, человек может выбирать, сколько ему нужно получить. Он может переходить с пакета на пакет и, в общем, получать удовольствие. Плюс у нас есть юридическая гарантия. Вот ты спросил, знаешь меня, сколько нужно будет сессий. И поскольку я этого не знаю, и человек этого не знает, и никто этого не знает, у нас есть простое правило. Если ты за время обучения не получил результат, ну, там, у тебя все получается, ты занимаешься, все делаешь честно, тебе не хватило времени, мы совершенно бесплатно тебя переводим на следующий пакет. То есть тебе не нужно на следующий поток. Тебе не нужно доплачивать. Ты бесплатно сможешь пройти следующий поток. При этом у нас есть такая интересная история, что если все получилось и тебе понравилось, ты хочешь продолжить практику, у нас внутри школы работают, ну, как работают, помогают выпускники предыдущих потоков. И вот если я пришел в школу учиться, студент с улицы, новичок, то я буду учиться не один с кучей новичков, а со мной будет примерно один на каждые 5-6 человек, кто-то из выпускников, плюс будет наставник школы регрессии, плюс буду я. И как раз выпускники помогают тренироваться новичкам, они им делают гарантированные регрессии. То есть я, придя туда, могу знать, что со мной будет работать человек, который прошел минимум 15 недель обучения, как минимум сдал аттестационный экзамен и как минимум хочет мне очень сильно помочь. Вот это вот то, что касается базового курса 15 недель. А для тех, кто хочет это сделать своей профессией уже и полноценно, да, там, идти с дипломом, да, там, с обучением и так далее, есть продвинутый курс, и там мы работаем с Балканской академией, которая находится в Черногории, и вот в России пока еще нет профессии регрессолога, есть профессия психолог-консультант, но мы все-таки, блин, эзотерики, у нас все-таки мы ближе к нетрадиционной медицине, комплементарной медицине, поэтому у нас диплом выдается Черногорской академии, но на русском и английском языках у нас есть юридическое заключение, то есть кому вот такой аспект не душевный, духовный, а социальный важен, те могут пойти на продвинутый курс. Там мы изучаем разные дополнительные техники, как работать с регрессологом. Вот так проходит обучение. Благодарю, но в любом случае будет документ, и человек может потом сам проводить сессии и зарабатывать на этом деньги. У нас одно занятие есть по этому поводу, как раз вот веду я и моя самая, ну, скажем так, финансово успешная выпускница, что самое забавное, она, ее все знают, потому что она правда классный мастер, ей легко советовать по сарафану, она случайно попала на обучение. Она говорит, я пришла на какой-то вообще другой вебинар, то ли ссылка ошиблась, то ли еще как-то. Смотрю, что-то рассказывает о прошлой жизни. Она говорит, вроде бы интересно рассказывать, прислушалась, вот, ей понравилось то, что я говорю, она пошла на обучение в школу, и в итоге сейчас вот регрессия, это ее главная профессия, от всего остального она отказалась, но на нее, правда, большая очередь, то есть к ней записаться надо недели за три, за четыре, вот, очень хорошо копает. А в основном люди идут для себя, правильно? Я бы сказал 70 на 30, или, может быть, 80 на 20. 80 процентов идет для себя, 20 получить профессию, но еще есть те, кто в процессе меняет профессию. То есть, например, астролог, который видит кармические связи в натальной карте, он не знает, что с ними делать, он может сказать, у вас есть такая проблема, вам нужно проработать это, и у вас это из прошлых жизней. Дальше он приходит в регрессологию, получает инструмент и видит, что он теперь, оказывается, может не просто рассказать про проблему клиента, но еще и решить. И вот у меня тоже много отзывов от людей, у которых уже было желание помогать людям, но они думали, что нужно там пять лет в институте учиться, нужно там десять лет потратить на какую-то супервизию и так далее. Тут оказалось, что это не так уж сложно. То есть, я ни разу не обесцениваю высшее образование, оно важно, оно полезно, оно нужно и так далее. Но на базовом уровне помочь с базовыми эмоциями не так уж сложно. Ну вот, действительно, 15 недель базового обучения и 8 недель продвинутого, это сколько у нас, 24 недели, примерно полгода, этого, ну, для огромного количества ситуаций достаточно, в том числе, для помощи себе. Класс, благодарю. Скажи про методологию. Как вот происходит сессия, или там, может быть, какие-то маленькие, ну, в целом, про методологию, как вы обучаете? Есть методология обучения, она у нас восточная и обратная. Восточная означает, сначала попробуй, а потом соображай. Вот, то есть, мы сперва даем попробовать, а потом уже объясняем. Ну, и объясняем, конечно, мы не говорим так, что давай, сделай регрессию, потом посмотри, что ты сделал. Мы даем очень много практики, у нас 80% практики. Это касаемо восточного подхода, потому что западный сперва 10 лет учится в школе, потом 5 лет в институте, потом, может быть, пускать тебя профессии. У нас ближе вот давай пробовать сразу, мы сразу начинаем тренироваться. Второй момент, у нас обратная система обучения, то есть, есть записанные лекции, которые вот с теорией, которые основные. Дальше человек идет заниматься практикой, но после этого, через неделю, будет прямой эфир, где уже я буду в прямом эфире разбирать вопросы участников. И получается, что вот я как студент зашел, послушал материалы, поработал с одногруппниками или они поработали со мной, пообщался я со своим наставником внутри школы с более опытными выпускниками, собрал недельный опыт, пришел на прямой эфир к Алексею, подбил и получил следующее занятие на следующий день. Снова недельный цикл, снова следующее занятие, прямой эфир. То есть, теория, практика, прямой эфир. Теория, практика, прямой эфир. То есть, это с моей точки зрения наиболее эффективная система, потому что, ну, это не то, что вот тебе там скинули диск с записями и смотри там в свое свободное время, как посмотришь, так посмотришь. Здесь мы начинаем школы, да, мы идем все целиком вместе, большой компанией. И все друг друга стимулируют и помогают. Опять же, кармический менеджмент мы тоже проходим. Что касается методологии внутри сессии, то она включает в себя шесть пунктов. Первое, или даже пункт номер ноль, можно сказать, это составление намерения. Чего ты хочешь подлучить в результате нашей регрессии? Потому что, может быть, понять, за что я обижаюсь на маму, это может быть интересный вопрос, но ведь ты же хочешь чего? Полюбить маму, построить отношения, пробить финансовый потолок, выздороветь, в конце концов, да. То есть, чего ты хочешь в результате? Иногда на это уходит, ну, там, до получаса времени, когда человек говорит, мне плохо, но я не понимаю, что я хочу. Дальше идет момент расслабления. Расслабление можно делать разными способами. Переход от восприятия внешнего мира к внутреннему. Дальше это момент наведения, переход от восприятия объективного мира своего тела к субъективным образом. Дальше идет момент перехода в прошлую жизнь через там разные образы. Все внутри расскажу. использование, поиск самой первой жизни, терапийные процессы, избавление от боли, работа с вторичными выгодами, если они остались, признание ресурса, который мы оттуда вытаскиваем, и завершение сессии, и жизнь уже с новой моделью поведения. То есть, примерно вот такая методология. Соответственно, чтобы ее полностью пройти, ну, как раз 15 недель нужно. А если человек боится, что у него не получится, достаточно сложно все, то есть, у всех получается? Бояться, что не получится, нормально, ненормально себя по этому поводу останавливать. То есть, я повторюсь еще раз, что регрессия – это навык. Человеку нужно потренироваться. То есть, почему получится точно? Может быть, не сразу, но точно. Потому что трансовое состояние – естественное состояние ума. Даже самые жесткие люди как минимум два раза в день в трансе после пробуждения и перед сном. Да, вот то самое альфа-состояние. Оно физиологично, как физиологично, например, разговаривать. И если мы тренируем голосовые связки, мы можем с тобой какую-нибудь песню спеть, потому что мы их потренировали. Если мы их не тренировали, связки есть, но петь мы не умеем. То же самое касается и транса. Если я тренирую трансовые состояния, я могу начать ими пользоваться, я могу их начать изучать. Если я в трансе только вот два раза в сутки, потому что я очень жесткий, конкретный, такой суровый, скептичный человек, ну, тоже хорошо. Поэтому кому-то потребуется много времени, кому-то потребуется мало времени. Мне в свое время потребовалось пять лет от моих первых трансовых практик до действительно глубокого погружения. Большинство, сильно большему количеству людей дается проще. Вот, поэтому я сам в анамнезе очень деревянный, такой Буратино. Вот, поэтому я очень хорошо знаю, что такое там работа с расслаблением, и как раз все мы это проходим. Плюс для тех, кто боится, что не получится, я повторюсь, у нас есть гарантированные сессии. И можно взять гарантированную сессию на тему «я начинаю обучение, не провожу до конца», «не довожу до конца», «я сопротивляюсь обучению», «я боюсь расслабляться». Огромное количество людей, которые не входят в транс, им нужна обычная сессия с психологом на тему доверия. То есть, вот как мне там какая-то студентка писала, говорит, что я сама расслабляюсь отлично, с регрессологом никогда, я не могу сделать эффективную сессию с регрессологом. И вот с ней нужно было работать не в регрессии, а просто вот с этой жизнью, ну, как бы разрешить, доверять другому человеку, да, что он ничего на ней плохого не сделает. Поэтому, безусловно, есть люди, у которых с первого раза не получается. Но все-таки наша современная культура, она очень трансовая. Мы фильмы смотрим, да, мы книги читаем. Что такое чтение книги? По сути, это галлюцинация. Передо мной белый клякс, черный клякс на белой целлюлозе. И если я могу смеяться, плакать или переживать, галлюцинируя, по сути, все, я в трансе. То есть, нам транс, он свойственен. И большинство людей получает результат достаточно быстро. Но нужна тренировка. Тренировка обязательно нужна. Поэтому у нас, опять же, первое погружение идет где-то на третьей неделе обучения. То есть, до мы тренируемся. Скажи, пожалуйста, когда стартует поток, как часто они стартуют и как присоединиться? У нас потоки стартуют примерно по мере набора желающих, но у нас есть даты. То есть, у нас нет такого фиксированного, что мы каждые два месяца стартуем, но пару раз в году мы гарантированно начинаем. Значит, у нас есть сайт, где можно всегда поставить свежую дату. Плюс всегда можно найти меня в социальных сетях или контакты наших администраторов. Мы, соответственно, подскажем. Опять же, меня очень легко найти, потому что у меня редкие сочетания имени и фамилии Алексей, Крой, Тор, через букву О. и легко посмотреть на социальных сетях. Поэтому даты у нас всегда есть на сайте, можно ближайше посмотреть, но у нас нет то, что называют типа вот вечно зеленый курс, который всегда можно купить. Нет, у нас школа, мы обучаемся потоками. Благодарю. Друзья, приглашаем вас на обучение в школу регрессологии Алексея Кройтера. Переходите по ссылкам, и также будут бесплатные материалы, которые тоже расположены по ссылкам ниже. Обязательно переходите, изучайте, знакомьтесь и получайте результаты. Друзья, я вам расскажу маленькую историю, которая мне, так знаете, очень сильно изменила. Один совет в моей жизни, который очень сильно ее изменил. Я когда-то в молодости, представьте, работал на стройке, и у нас был прораб. И как-то я к нему обращаюсь, говорю, слушай, а он все умел, он был такой мастер и профессионал, все умел. Я говорю, а ты умеешь сваривать? Он такой говорит, умею. Я говорю, а кирпич положить? Он говорит, умею. А вот такой дом построить имеешь? Он такой, умею. Я говорю, как, ты все умеешь? Он говорит, смотри, но это же сделали люди. Я говорю, люди с двумя руками, двумя ногами. Я такой, да, с двумя руками, ногами. У меня такие же две руки и две ноги. Если это сделали люди, я тоже могу. И вот это убеждение, оно меня потом всю жизнь со мной прожило, что если у кого-то получилось, получится и у меня тоже. И здесь, друзья, я хотел бы вам желать того, что если у вас есть желание что-то изменить в своей жизни, чего-то достигнуть, что уже когда-то кто-то сделал, может, прошел этот путь, может быть, уже погрузился, может быть, уже трансформировал свою жизнь, уже чего-то достиг, то вы такой же точный человек, у вас есть все такой же божественный потенциал, поэтому верьте в себя, пробуйте и у вас обязательно получится. Благодарю тебя. Друзья, также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, пишите комментарии и переходите по ссылкам. Благодарю тебя. Спасибо большое за вопросы, Угорь. Благодарю.